Осенний призыв. Отдать долг Родине может не каждый. Так говорят в военкомате. 365 дней в строгой дисциплине. Корольные посты, утренние построения, марш-броски. Это не для каждого. Проявляют ли инициативу или просто косят от армии? В своем эксклюзивном материале узнавал Бек Абдинов. Юноши ростом ниже 165 сантиметров теперь не будут призывать в ряды вооруженных сил. Так сообщили в Минобороне. К слову, в армии стало больше солдат с высшим или средним специальным образованием. По словам чиновников из профильного министерства, осенью текущего года планируется призвать около 14 тысяч молодых людей. Карагандинские парни тоже в их числе. Только вот в районных военкоматах говорят, отдать долг Родине готовы далеко не все. Есть минусы в этой работе, конечно. То, что есть такие ребята, которые проходят и районную, и областную комиссию, годную, и отказываются. Если вот у нас в весеннем призыве было таких случаев, три случая таких было, и отказ. Асхат Ябитанов в числе тех, кто хочет в армию. Ведь его братья, отец и дед отдали долг Родине. Парень говорит, что после воинской службы он станет настоящим мужчиной. Я пришел по повестке в военкоманку Казбийского района и изъявил желание, инициативу служить, как любой достойный гражданин Республики Казахстана, защищать свою Родину. Собственного желания. Собственного желания. Каждый студент знает, для успешного будущего без военного билета никуда. Это общепринятое правило. В основном масса юношек у нас, ребята 92-90, которые в этом году закончили высшее учебное заведение, среднеспециальное учебное заведение, которые имели право отсрочку во время обучения, сейчас отсрочку уже используют, но идут в ряды вооруженных сил. Работа призывных комиссий начнется с 1 октября текущего года. И тогда мы узнаем, сколько парней готовы служить в рядах вооруженных сил страны. Бек Абдинов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский.